Всем привет, с вами Джео, и в этом видео я расскажу о французском бронеавтомобиле Panhard 178B, а точнее просто о Panhard 178. Дополнение B появилось уже после Второй мировой войны, но об этом вы узнаете из видео. Обычно я не делаю длинных вступлений, но тут контент совершенно новый и нужно разъяснение. В этом видео я постарался разнообразить фоновый контент из игры историческими фотографиями. По правде говоря, я бы хотел на 99% убрать игровой геймплей из видео, заменив его исторической хроникой, но для первого подобного ролика такой монтаж оказался бы уж слишком большим, поэтому я планирую в подобном формате сделать еще пару видео, а уже затем начать добавлять больше достоверных исторических кадров. В 1931 году французская кавалерия объявила конкурс на разработку разведывательного бронеавтомобиля для своих нужд. В конкурсе приняли участие три фирмы – Panhard, Peugeot и Renault. Прототип фирмы Panhard представлял собой бронеавтомобиль с колесной формулой 4х4 и классической компоновкой с задним положением двигателя. Особенностью бронеавтомобиля было наличие двух постов управления – основного переднего и кормового. Это позволяло машине при необходимости ехать задним ходом без дополнительных маневров. Также для увеличения проходимости на пересеченной местности, прототип Panhard 178 имел две небольшие гусеницы длиной чуть меньше метра, размещенные под нищем корпуса. В 1934 году прототип созданной фирмой Panhard был испытан приемной комиссией, и несмотря на то, что относительно изначальных требований бронеавтомобиль стал тяжелее, выше и шире, комиссия рекомендовала применять его на вооружении. В 1937 году первые 19 бронеавтомобилей поступили в 6-й киросирский полк. Поставка следующих 80 машин задерживалась и срывалась несколько раз. Фирма Panhard получила заказ на их производство 15 сентября 1935 года, но первый раз выполнение заказа сорвалось из забастовок. 11 августа 1937 года Panhard перенесла сдачу бронемашин на январь-июль 1938 года, но и в эти даты фирма не уложилась. Последний броневик второго заказа убыл с завода в феврале 1939 года, на 7 месяцев позже контрактного срока. В сентябре того же 1939 года началась война. Германия вторглась во Францию. К началу мобилизации войск в 1939 году в 11 французских эскадронах было около 217 бронемашин. После начала войны производство Panhard 178 значительно увеличилось, но все равно оно отставало от запланированных масштабов. В основном задержки были из-за нехватки башен. Последний список произведенных бронемашин датирован 7 июня 1940 года. К этому времени у фирмы было 3 готовых броневика, 55 было в изготовлении, из них 52 без башен. Из-за этого через 11 дней было решено установить на 21 бронеавтомобиль круглую рубку, без крыши, 6 абразурами для стрельбы из ручных пулеметов. 22 июня 1940 года Франция капитулировала перед Германией. С начала производства в 1937 году по июнь 1940 года выпустили в двух сериях 527 броневиков Panhard 178, а с июня 1940 года и после немецкой оккупации выпустили еще 202 машины. Таким образом, всего с 1937 по 1944 год с конвейера сошли 729 машин. В состав Panhard 178 входило 4 члена экипажа. Как я сказал в начале, особенностью бронемобиля было наличие двух постов управления, основного переднего и кормового. Поэтому водителя тоже было два. Передний водитель размещался в отделении управления, видя выступающей бронерубки с большим количеством смотровых лючков и щелей, что облегчало управление бронеавтомобилем. В корме слева сзади сидел второй водитель. В середине, в башне слева, было место командира-наводчика, а справа место заряжающего. Бронекорпус был склепанный, толщина бронелистов из скатанной стали по 7-26 мм. За кормовым постом управления было моторное отделение, радиатор и вентилятор, отделенные противопожарной перегородкой. Броневик имел новую двухместную башню, которую построила фирма Пюто. Многогранной формой башня была склепана из 15-мм бронелистов скатанной стали. Задняя стенка башни — это двухстворчатая дверь, круглый люк с откидывающейся вперед крышкой на скошенной вперед крыше башни. Посадка и высадка экипажа из четырех человек производилась через две двери в центре корпуса впереди справа и сзади слева. В башне находилось два орудия, это 25-мм полуавтоматическая пушка СА-35 и 7,5-мм пулемет Ребель. Оба орудия смотрели вперед. Боекомплект пушки 150 выстрелов, одиночного заряжания. Боекомплект пулемета 3750 патронов. В задней части броневика — радиатор с вентилятором. За ним находилось два бака для бензина на 118 и 23 литра. Перед радиатором — карбюраторный четырехцилиндровый двигатель шоколостного охлаждения, выдающий 105 лошадиных сил при работе на 2000 оборотах в минуту. На шоссе такой малыш развивал скорость в 73 км в час. И это при боевой массе бронемашины 8,5 тонн. Глушитель располагался вертикально внутри брони и немного выступал с правой стороны бронемашины. Коробка передач имела четыре скорости вперед и четыре назад. Тем самым обеспечивалась одинаковая скорость движения вперед и назад. Компания «Панхард», кроме обычных бронеавтомобилей, изготовила для штабов соединений механизированных кавалерий и танковых войск 24 бронемашины связи с мощной радиостанцией, дальность связи которой была 100-150 км. Также использовался вариант со связкой из двух радиостанций. Это позволяло держать связь на дистанции до 60 км. При этом башня бронемашины была заменена на неподвижную рубку. Выпуск «Панхард-178» возобновлен в начале 1945 года. Из-за того, что 25-мм пушка к тому времени устарела, на бронеавтомобиль поставили другую башню с 47-мм орудием и пулеметом. Такую модификацию разрабатывали еще с июня 1940 года, но из-за поражения Франции проектирование прекратили. Такой броневик обозначили как «Панхард-178Б», и именно его версия находится в игре. АМД-35 АМД-35, разведывательный бронеавтомобиль образца 1935 года, его армейское обозначение, в годы Второй мировой войны являлся наиболее современным бронеавтомобилем французской армии и активно использовался ею во время отражения германского вторжения. На территории Голландии 11 мая 1940 года вблизи Тиллсбурга состоялся первый бой броневиков АМД-35 с подразделениями 9-й танковой дивизии вермахта. По воспоминаниям одного из членов экипажа бронеавтомобиля, в ночь 10 на 11 мая броневики АМД-35 были в дозоре у канала Вильгельмина вблизи Тиллсбура, когда заметили колонну с включенными фарами. Вначале французы промедлили, решив, что это могут быть невооруженные голландцы, но потом открыли огонь. Несколько автомобилей загорелось, и в свете огня стало видно, что это отряд немцев. Этого же дня командир одного из АМД-35 вспоминал, что первые два немецких броневика не заметили его и направились к их союзному броневику. Первый немецкий броневик смел на пути два французских мотоцикла и врезался в стол. Второй же немецкий броневик остановился левее от АМД-35 и открыл огонь. После этого на мосту появился третий немецкий броневик. Он открыл огонь из пушки и попал в союзный бронеавтомобиль с первого снаряда. Тот по инерции покатился и застыл справа от АМД-35. В это время взорвался мост, на котором был немецкий грузовик. От взрыва погибло много немцев. Взрыв ошеломил командира АМД-35 и тот упал внутрь боевого отделения. Когда же он оправился от шока и влез на место в башню, то увидел, что второй немецкий броневик все еще ведет огонь. Повернув башню, командир АМД-35 расстрелял его в упор из пушки и пулемета бронебойными патронами. Бой длился около 15 минут. Немцы понесли потери около 20 убитых и утонувших. А французы захватили четырех пленных, из них двух раненых солдат, и уничтожили три броневика немцев и мотоцикл. За этот бой французы завладели двумя трофейными мотоциклами BMW, заменив ими свои разбитые мотоциклы, эксплуатировали их до Дюнкерка. После капитуляции Франции в 1940 году большинство броневиков досталось немцам исправными, и в последующем они были применены на фронтах Второй мировой войны, под названием бронированная разведывательная машина 204, в скобках F, французская. АМД-35, введенные Германией в строй, были одни из наиболее часто используемых немцами во фронтовых частях. На них установили немецкую радиостанцию и антенну рамочного типа. 22 июня 1941 года АМД-35 находились на востоке против советов. 118 бронемашин находилось в разведывательных батальонах 7 и 20 танковой дивизии Вермахта. До конца 1941 года для восполнения потерь прибыло еще 34 машины. Из 190 задействованных бронеавтомобилей до начала 1942 года было безвозвратно потеряно 109 бронеавтомобилей. На июнь 1943 года в Вермахте имелось еще 63 АМД-35 на Восточном и Западном фронте. После окончания войны выпуск Панхара 178Б был возобновлен в начале 1945 года. С новой 47-мм пушкой, пулеметом и башней ФЛ-1 было выпущено еще 414 бронемашин. Бронеавтомобили сначала использовались во Франции, а потом их отправили в колониальные владения. В 1950 году более 50 Панхарт 178Б отправили во Вьетнам. В Индокитае их в основном использовали в охранении автомобильных колонн. Бронемашины эксплуатировали до 1955 года. Сохранившиеся бронеавтомобили по наследству достались вооруженным силам Республики Вьетнам. В 1960 году эти броневики использовал 15-й броневой эскадрон морской пехоты для подавления волнений в колонии Джибути. Также местами их активного применения стали Алджир, Сирия, Марокко и Мадагаскар. Все уцелевшие после войны бронеавтомобили, использовавшиеся во французской армии, в 1950-х годах были заменены на более современный EBR-75. Но это уже совсем другая история. Поддержите видео лайком, спасибо за просмотр, всем пока.